Что делать, если... И случаи нашего недовольства поведением страховых компаний при выплатах по ОСАГО КАСКО, да? По имущественным рискам. Да, по имущественным рискам. Вообще вот страхование в русском языке, оно со словом страх ассоциируется и происходит, да? А в английском insurance и уверенность. Вот вы за какой подход больше в этой сфере? Ну, у нас уж так повелось, что страхование, да, но вот слово страх. И вот на данный момент, сталкиваясь с работой страховых компаний, я, ну, пока в них еще не уверен. Поэтому в нашем случае это слово страх. Почему вы не уверены в работе страховых компаний? Вот что происходит сейчас в этой сфере? Потому что довольно часто сталкиваемся с тем, что страховые выплаты по имущественным рискам, ну, они оставляют желать лучшего. И страховые компании стараются на всем экономить, в том числе на выплатах своим клиентам. И часто, значит, эти недоплаты, они составляют порядка 50% от той суммы, которую должны были бы заплатить, но, к сожалению, не заплатили. А это касается вот, ну, такой большой масштаб недоплат и машин, и вот там квартир, да? Да, по всем имущественным рискам. Я, конечно, хотела спросить вас, это какая-то политика или частные случаи, но похоже, что это политика. Я думаю, что да, это политика страховых компаний, то есть это режим жесткой экономии на всем. А почему? Потому что мы мало платим им в качестве взносов или все хотят нажиться и побольше? Ну, ведь взносы страховые, они рассчитывают самостоятельно, и поэтому, если бы их было недостаточно, наверное, они бы могли их увеличить. Ну, для недоплаты им, наверное, достаточно этих взносов. Ну, мы с вами долго можем говорить о том, какова политика страховой компании, но мы этого не знаем и можем только об этом догадываться. Есть частные случаи, случаи эти массовые по недоплатам. Ну, массовые, может быть, для меня потому, что я достаточно часто по роду своей деятельности с ними сталкиваюсь. К нам каждую неделю обращаются люди с вопросом, а можно ли проверить, все ли правильно страховая компания нам посчитала. И случаи эти связаны не только с эксплотами по ОСАГО, каждую неделю, да, и не по одному обращению бывает такому каждую неделю, поэтому я и говорю, что оно носит достаточно такой массовый характер. Ну, вот да, и не только потому, что вы с этим сталкиваетесь, мне кажется, еще просто много людей до вас не доходит вообще, ничего не предпринимает. Не исключают такой возможности, да, они обращаются не только к нам, еще и в другие экспертные организации, поэтому... Или не обращаются никуда. Или не обращаются никуда, да, потому что не знают, как бороться с этим, или просто закрывают глаза. А часто бывает такое, что... Ну, вот разница эта, да, недоплаты, это просто вопрос нашего и страховой компании взгляда на... Разного видения ситуации, не исключаю такой момент, но, опять же, расчеты выполняются в большинстве случаев по одной методике, экспертами, и занизить сумму, ну, достаточно проблематично, если все делать правильно. Давайте тогда разбираться, что нам делать, или, возможно, даже, что не делать, чтобы потом все правильно у нас было со страховой компанией. Давайте возьмем какой-то один частный случай и разберем его вот от самого начала и до самого конца, до логического завершения. Не вопиющий у нас будет сегодня. Я думаю, что типичный не вопиющий, не какой-то из ряда вон выходящий. Значит, все это случилось полтора года назад. К нам обратилась женщина. Ну, имя, наверное, не будем называть, не имеет смысла. Значит, соседи затопили квартиру. Имущество у нее было застраховано, страховой компанией. Поэтому, значит, она обращалась именно в страховую компанию за выплатой. Значит, обратилась по какому поводу. Ей показалось, что выплата страховой компании составила меньшую сумму, чем она реально потратила бы на ремонт своей квартиры. Значит, в данном случае мы выехали на место, осмотрели повреждения, которые были причинены при затоплении, составили акт осмотра, составили заключение эксперта. И сумма действительно оказалась иной. Если страховая компания, значит, выплатила изначально 145 тысяч рублей, то при наших расчетах сумма получилась 220 тысяч рублей. То есть разница составила 75 тысяч рублей. Треть практически, или... Ну, не половину, но тем не менее. Значит, наши юристы помогли составить претензию в страховую компанию. И женщина, значит, эту претензию отнесла в страховую компанию. После получения претензии ей на расчетный счет пришла доплата, по данному случаю, в размере 35 тысяч рублей. Так, я надеюсь, что вы на этом не успокоились. То есть остаток-то все равно 40 тысяч рублей, он еще остался. Еще половину. Да, еще половину не доплатили. Это, видимо, какой-то стандартный тариф. Дальше. Она, значит, снова пришла к нам. И дальше юристы составили страховое исковое заявление и отправили документы в суд. А то есть повторно обращаться с претензией не стали, да? Ну, не имеет смысла, потому как претензия написана, сумма озвучена, копия заключения эксперта была приложена, страховая компания с этим заключением не согласилась. И поэтому на данном этапе претензионный порядок был исчерпан. Понятно. Поэтому обратились уже в суд. А компания, кстати, присылает еще что-то, кроме денег там? Письмо. Письмо. Они сказали, что нет, вы что-то, ребята, много насчитали. Вот вам половина и давайте разойдемся. Вот. Значит, текст письма примерно следующий. Уважаемый гражданин, в ответ на вашу претензию сообщаем вам, что мы произвели дополнительные расчеты и сумма страховой выплаты в соответствии с дополнительными расчетами составляет вот такую-то сумму. Сумма, указанная вами в претензии, завышена. Расчеты в приложенном вами заключении эксперта не соответствуют действительности, поэтому для дальнейшей выплаты мы каких-то правовых оснований не видим. Все. То есть вот это вот сопроводительное письмо к той доплате, которую они отправили. Прекрасно. Ну и, собственно, вышли в суд. В суде была назначена судебная экспертиза. Судебная экспертиза, составив заключение, расчетом получили сумму в 224 тысячи рублей. То есть на 4 тысячи больше, чем было посчитано у нас. То есть наш расчет, ну, по сути своей, полностью подтвердился. Ну, видимо, за исключением каких-то мелочей. И поправкой на инфляцию. Может быть, да, с какими-то поправками на время, которое прошло с момента обращения до момента судебного разбирательства. А, кстати, сколько времени прошло? Времени прошло, значит, с момента обращения женщины в страховую компанию прошло, до получения первой выплаты прошло 3 недели. Далее, после этого она обратилась к нам, наше заключение было готово в течение 10 дней. После этого, после написания претензии, значит, доплату она получила в течение 2 недель. Да, полтора месяца уже у нас. После обращения в суд судебное заседание было назначено через 3 недели. И судебное разбирательство вот по этому делу длилось в течение 3 месяцев. То есть еще ни одним заседанием, ни одной встречи делалось? Нет, конечно, ни одним, да. А страховая отвечала, приходила? Потому что есть практика, что игнорирует та сторона заседания. Нет, 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 страховые компании сейчас в большинстве случаев они не игнорируют. Они обязательно отправляют своих представителей. У них достаточно сильный штат юристов. Поэтому они, ну, очень активно защищаются. И судебное заседание стараются не пропускать. Так, и после этих 3 месяцев судов кто победил? После этих 3 месяцев, ну, естественно, раз была назначена судебная экспертиза, значит, решение суда было принято по тому расчету, который был в заключении эксперта. То есть, вот, выплата должна была увеличиться изначально относительно нашего расчета плюсом на 4 тысячи рублей. Плюс к этому, значит, были взысканы расходы на составление первичного экспертного заключения. На вашу работу? Да, 7 с половиной тысяч рублей. Дальше 15 тысяч рублей услуги юриста. Плюс штраф в размере 20 тысяч рублей. Это в пользу государства? Нет, не в пользу государства, это в пользу именно гражданина. А за что? Ну, у нас законом о защите прав потребителей предусмотрен штраф, который выплачивается именно в пользу гражданина, не в пользу государства. А страховой компанией за то, что вот она плохо почтала? За то, что они некачественно предоставляют услуги. А какой порядок там цифр бывает? 20 тысяч в этом случае? Это частный случай, да, 20 тысяч, он в каждом случае индивидуальный. Какой-то процент? Да, рассчитывается в зависимости от количества дней, на которые выплата была задержана. Ну, то есть полная выплата. Вот. Дальше в каких-то случаях данный штраф может составлять 50% от суммы недоплаченной страховой компании. А это суд решает каждый раз? Нет, это не суд решает, это прописано законодательно. То есть вот 50% это при выплате по ОСАГО, да, это в зависимости от тех случаев, которые необходимо рассматривать. Поэтому в каждом индивидуальном он рассчитывается индивидуально. В данном случае он составил 20 тысяч рублей. Плюс, значит, был возмещен моральный ущерб в размере 5 тысяч рублей. А просили наверняка больше. Просили, конечно, больше, но здесь у нас суды не настолько активно используют моральный ущерб. И назначается он в таких незначительных достаточно суммах. Ну, я даже не знаю, ее удовлетворило это все в итоге полученное? Ну, вполне себе, да, полная выплата, конечно, удовлетворила. Да, женщина была очень довольна, потому что все завершилось, ну, собственно, в ее пользу. Ну, вот, получается, где-то полгода потратили. Примерно, да. А ремонт в это время можно начинать? Ведь когда-то должна прийти судебная экспертиза для того, чтобы все оценить, что на самом деле. Чтобы осмотреть, да, и обнаружить те следы, те повреждения, которые остались от момента затопления. То есть, получается, там, три месяца, ну, или пока ты не получишь удовлетворение, нужно поддерживать этот беспорядок? Пока судебный эксперт не осмотрел объект экспертизы, ну, такое бывает. А есть ли еще какие-то вещи, которые точно нельзя делать, чтобы вот не потерять эти возможности, отстоять свои права и, там, доказать то, что страховая компания тут немножко недоплачивает? Ну, в первую очередь, мы вообще должны принять меры для того, чтобы уменьшить ущерб. То есть, если есть возможность, необходимо тот ущерб, который мы можем получить, каким-то образом уменьшить. То есть, убрать имущество, отодвинуть его или вынести из квартиры, чтобы оно не пострадало. Ну, в том случае, когда имеется возможность. Это мы, кстати, рассказывали с вами в какой-то одной из наших программ. Вот, далее, обязательно зафиксировать факт произошедшего, обратившись в компетентные органы. Это будет, значит, у нас при затоплении управляющая компания, да, которая вышлится его специалиста, который должен будет составить акт осмотра и обязательно указать причину затопления. А автомобили, если, то это у нас? Автомобили тут у нас ГИБДД. А европротокол тоже подойдет? Европротокол тоже подойдет. Почему бы и нет? В законодательствах предусмотрено обращение в страховую компанию по европротоколу. Так, то есть мы все зафиксировали и... Пишем заявление в страховую компанию на выплату. Нет, я к тому, что, возможно, мы какими-то своими действиями можем испортить будущий наш успех, например. Вот если мы все взяли и отремонтировали, когда не надо, что еще там лучше не делать? Вот после этого, после того, как написано заявление, необходимо имущество, которое пострадало, предоставить для осмотра страховой компании. То есть его показать, чтобы специалист страховой компании или эксперт, с которым работает страховая компания, приехали, осмотрели, составили акт осмотра, подробно указали все повреждения и сделали расчет ущерба. И... А потом остается только ждать выплату. А как вообще люди относятся к тому, что... Самое интересное, что после того, как осмотрели, посчитали, появляются варианты. Страховая компания, бывает, звонит и предлагает потерпевшему, приехать и подписать соглашение о том, что выплата вот в такой-то сумме, его полностью устраивают, и никаких претензий после этого он иметь не будет. Вот этого я категорически не советую делать никому. А можно не делать? Страховая ничего не сделает? Можно не делать, да. Можно не подписывать соглашение. Страховая компания будет вынуждена либо отказать в выплате, либо произвести выплату в том размере, в котором она считает необходимым. Но соглашение подписывать в данном случае не надо. Они, когда приезжаешь к ним, они начинают пугать, что вот вы сейчас соглашение не подпишете, мы вообще вам ничего платить не будем, и вы останетесь без выплаты, без оплаты своего ущерба. А что надо на это ответить и что помнить, что это не бывает? Ну, мы подождем. Подождем. У них есть срок, в течение которого после написания заявления они должны выплату произвести. Если они этого не делают, у нас есть основания для дальнейшего обращения, во-первых, с претензией в страховую компанию. Если они на претензию не реагируют, значит, обращаемся вот сейчас к финансовому уполномоченному, пишем заявление на страховую компанию, что такая ситуация, недоплатили, просим разобраться. А вот расскажите про этих финансовых уполномоченных. Это довольно-таки свежий какой-то институт, он в данных ситуациях суд нам заменяет, да? Да, в данной ситуации разбирательство у нас происходит немножечко в другой плоскости, немножко быстрее, ну и, в принципе, без участия обратившегося гражданина, потому что, написав заявление финансовому уполномоченному, мы передаем права обращения ему, и он за нас уже, собственно, вот этот имущественный вопрос решает. То есть финансовый уполномоченный обращается в страховую компанию, он, в свою очередь, привлекает специалистов для того, чтобы сделать какие-то необходимые расчеты, то есть проводит экспертизу, вот, и, получив какую-то сумму при обращении к эксперту, он уже, значит, самостоятельно взыскивает этот ущерб в пользу обращившегося гражданина, да? А мы ему почему должны доверять? Потому что у него работа такая, защищать интересы граждан. А каким образом он замотивирован вообще прям в наших интересах? Вот этот вопрос я, наверное, оставлю без ответа, потому что не знаю, каким образом он замотивирован, но, наверное, какое-то вознаграждение он все-таки получает. А они тоже к вам обращаются за экспертизой? Нет, к нам вот финансовые уполномоченные еще ни разу не обращались, значит, объясню почему. Во-первых, местонахождение наше и финансово уполномоченного. Наш финансовый уполномоченный по Кировской области расположен в Москве, поэтому ему проще обратиться, наверное, к московским экспертам и привлечь их для рассмотрения своего вопроса, чем по месту нахождения либо страховой компании, либо гражданина. А эксперты же, они не смогут в Кировскую квартиру прийти? Да почему не смогут? Смогут? Как же, конечно, смогут. Те его, московские. Да, 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 почему нет? Приедут и все, смотрят здесь. Он у нас один, то есть на регион и сидит в Москве? Да, да, да. Интересная схема. Ну, интересно, тем не менее она работает. Но, несмотря на это, все равно вы получаете жалобы и тоже другим путем работаете. Да. И здесь суд? Или здесь досудебное такое обращение, вот как было в вашем... Судебное урегулирование, оно никуда не делось. Оно работает. Вот претензионный порядок после обращения в страховую компанию с претензией и получения ответа на претензию, можно обратиться и к финансовому полномоченному. Бывали у нас случаи, когда даже после обращения к финансовому уполномоченному люди обращались к нам, получив какую-то минимальную доплату. И после этого уже обращались в суд. То есть, вы производили переоценку и еще нарушили сумму? Потому что, значит, я говорю тут все дело в местонахождении финансового уполномоченного и тех экспертов, с которыми он работает. Когда они не выезжают на место осмотра и не знают всех особенностей, не владеют всей информацией об объекте экспертизы, достаточно сложно прийти к какому-то правильному результату. Поэтому часто бывают и такие ошибки. Что ж, будем, во-первых, желать людям терпения, завершая нашу программу. И все-таки не страха, а уверенности в том, что все будет, и нам в этом помогут в том числе специалисты и эксперты. Чему нас уже очень много месяцев учит руководитель, независимый эксперт на оценочной корпорации Сергей Копанев. Приходите, обращайтесь, мы будем рады всем помочь. Спасибо вам. Выпуски нашей программы «Что делать, если» можно найти на нашем сайте. и в группе во ВКонтакте. Все самое полезное тоже выкладываем. До свидания. До свидания. Что делать, если...